О, дорогие братья! Сегодня уже, по милости Всевышнего Аллаха, мы держим пятый день священного месяца Рамадан. Как мы его долго ждали с нетерпением. Мы уже зашли в него и уже не успели моргнуть глазом, как уже пять дней прошло из этого месяца. Итак, весь месяц быстро пролетит, как Всевышний Аллах сказал, считанное количество дней. Как мы их будем проводить, они все равно пройдут. Поэтому люди в месяц Рамадан делятся на две категории. Одна категория людей, которые ждут, побыстрее бы он закончился, их тяжело там поститься, когда же наступит ифтар и так далее. Хочешь, чтобы побыстрее он прошел. Вторая категория людей не может насладиться каждой секундной этого поста, каждой секундной этого месяца, этого дня. Он наслаждается и радуется. Поэтому, как бы его ни проводили, все равно он пройдет. Поэтому это великая возможность для каждого из нас заработать награду и спастись от наказания судного дня. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы Аллах дал возможность встретить им этот месяц. И как верующий человек тоже ждет этот месяц. Остается 2-3 месяца до Рамадана, он ждет его. Если сравнить, то если взять пару мужа и жену, у которых 10 лет не было детей, и через многое количество дуа, через операции, через лечения, Аллах даёт возможность забеременеть супруги. И как и врач говорит, вот вам осталось 7-8 месяцев, примерные сроки родов. Они как этот день ждут? Как они ждут этот день? И когда приближается этот день, они радуются и всё больше радуются. Это верующий человек тоже так, который искренне перед Всевышним Аллахом, радуется приближению этому месяцу. Теперь мы уже зашли в этот месяц, и мы живем в этом месяце. Поэтому, аль-хамду-ля, нужно больше пользы взять. И это, может быть, последний наш шанс в этом году. Может быть, кто-то не доживет до следующего года. Поэтому проводить, иншаллах, так, чтобы Всевышний Аллах был доволен нами. Да, может быть, порой тяжело поститься, тяжесть приходит. Но вспоминайте аяты Аллаха, где Всевышний Аллах говорит в Коране В судный день, в джаннате, в раю, Всевышний Аллах скажет верующим Кушайте, пейте на здоровье. Кушайте, пейте на здоровье. Это вам за то, что вы совершали в минувшие дни. То есть те дни, которые вы жили в Дуне, вам было тяжело, вы делали сабр ради меня. Теперь кушайте, пейте. Вечно, все, что пожелаете, это вам награда. Ибн Мас'уд сказал, не смотри на того человека, который погублен, как он погубляется, но смотри на спасшегося, как он спасся. Поэтому человек может отпустить руки, там первые 10 дней, 5 дней подержать, 6 дней, потом смотрит, так этот уже не постится, так я столько-то Курана прочитал, можно уже посмотрел на какого-то человека, который уже перестал меньше Курана читать. Он тоже отпустил. То есть он взял для себя в пример того, кто погублен. Поэтому Ибн Мас'уд говорит, не смотри на того, кто погублен, как он погубился, но смотри на того, кто спасся. Смотри на спасшегося, как он спасся, сказал Ибн Мас'уд. Ты зашел в мечеть, например, сегодня прочитал одну страницу Курана между намазами, смотришь, кто-то уже встал, ушел. Ты не смотри за ним, сейчас я тоже пойду за ним, а смотри на того, кто сидит и продолжает читать. Он спасся, смотри на него и бери с него пример. Поэтому должны быть у верующих человека, у постящего человека, должно быть искренно намеренно, и он должен быть искренним, первым Всевышним Аллахом. Первое намерение, верующий человек, читающий Куран, должен сделать такое намерение, прочитать весь Куран. Не только один раз, два-три раза, иншаллах, прочитать за этот месяц Куран. Сделать такое намерение. Имам Шафия 60 раз делал Куран в месяц Рамадан. Имам Бухари 30 раз делал Куран. Имам Малик, после каждого намаза у него была лекция, посвященная Курану. Потому что этот месяц, месяц Курана. Второе намерение. Искренное покаяние перед Всевышним Аллахом, Субханам Ва Та'Аля. Третье. Такое сделать намерение, чтобы этот месяц стал первой той ступенью, чтобы человек изменился в лучшую сторону и творил благие дела. Оставил плохие поступки, которые у него были. И изменился в этом месяце. Намерение, чтобы изменить свой нрав в лучшую сторону. Да, тяжело, когда человек постится. Порой бывает, нету настроения. Кто-то к ним подходит, там что-то спрашивает. Он такой без улыбки. Наоборот, альхамдуллах. Не только ты, Аллаху, Субханам Та'Аля, не нужен. И Всевышнему Аллаху, Субханам Та'Аля, твоя голодовка. Аллах, Субханам Та'Аля, смотрит на твой ахляк, на твою нравственность. Потому что Аллах в Коране сказал, Тогда, когда повелевал нам пост, Он сказал, что может быть вы будете набожными. Может быть вы будете богобоязненными. Поэтому, альхамдуллах, нужно стараться проявить старания в этом месте. Такое же нужно сделать. Чтобы человек как можно больше смог сделать в этом месте благих дел. Нияд сделать такое намерение, Чтобы в этом месте, иншаллах, Сделать побольше благих дел для распространения религии между людьми. И также, такое должно быть у человека намерение, Чтобы в этом месте он сделал для себя какой-то распорядок дня. Потому что без распорядка дня тяжело. Поэтому, альхамдуллах, собрали несколько хадисов и так далее. Альхамдуллах, хотелось бы напомнить в первую очередь самому себе. И всем нам, основываясь на хадисах, Как же распределить свой день в этот месяц Рамадан. Начнем со времени до аль-фаджра, до утренней молитвы. Кабль аль-фаджр, аль-тахаджуд. Перед утренним намазом прочитать ночную молитву, аль-тахаджуд. Каля та'аля, Всевышний Аллах сказал в Коране, Разве тот, кто поклоняется в часы ночи, Падая ниц и выстаивая, Остерегаясь вечности и надеясь на Господа своего. То есть ночной намаз, Пускай даже если два рака'ата будет, После вторых намаза, Два рака'ата намаза перед утренним намазом, Тахаджуд, салату тахаджуд. Второе, ас-сухур, покушать обязательно утреннюю пищу. Каля, салаллаху алейхи вассалям, Тасахару, фаинна фи ссухуре барака. Сказал посланник Аллаху, салаллаху алейхи вассалям, Кушайте ссухур, поистине в ссухуре есть барака, Есть благодать. Третье, аль-истигфар, иля азан, иль фаджр. Между азаном утренней молитвы и канатом, Если в мечети взять, полчаса есть. В это время заполнить его, просить у Аллаха прощения. Истигфар, астагфору Аллах, астагфору Аллах, астагфору Аллах. У каждого из нас есть грехи, у каждого из нас есть ошибки. Просить, молить, быть искренним перед Всевышним Аллахом, субханава та'аля. Всевышний Аллах сказал в Кур'ане, Каля, та'аля, Ва бил асхари хум ястагфирун. На заре, верующие, на заре они молили о прощении. Четвертое, ада ас-суннат иль-фаджр. Перед утренним намазом, перед фардом, прочитать два ракоата сунны, утренней молитвы. Каля, салаллаху аллехи вассалям, рака'атане иль-фаджри хайру минант дунья ва ма фига. Сказал посланник Аллаху, салаллаху аллехи вассалям, Два рака'ата сунната, утренней молитвы, лучше, чем вся эта дунья, лучше всей этой мирской обители и всего богатства, всего, что в этой мирской обители есть, это лучше для верующего человека. Пятое, это поспешить на утреннюю молитву, если есть возможность приехать в мечеть, прочитать в мечети, если нет возможности почитать дома, с семьей, с детьми, с близкими, с джамаатом, лучше, аджир награды больше. Пророк сказал, если бы люди знали, какая награда в ночной молитве и какая награда в утренней, они бы ползком пришли бы, сказал, чтобы прочитать их с джамаатом. Шестое, просить дуа, зикр, поминание Аллаха до икама, до утренней молитвы. Посланник Аллаха сказал, мольба, которая просит человека между азаном и икаматом, не возвращается, то есть Аллах ее принимает. Седьмое, попросите Аллаха после утра намаза дуа, чтобы Аллах дал баракат, благодать в этом дне. Как говорил посланник Аллаха, просил дуа, О Аллах, я прошу от Тебя благо, то, что в этом дне. Все благо, которое есть в этом дне, я прошу у Тебя. И прошу от Тебя открытие этого дня, и помощи в этом дне, и свет этого дня, и благодати этого дня. И покажи мне прямой путь в этом дне. И прибегаю к Тебе от зла, который есть в этом дне, и того зла, который после этого дня. Такой просил дуа, посланник Аллаха, саллаллаху алейсалям. Восьмое, поспать обязательно нужно, и посчитать, сколько час. То есть не просто так, например, лег спать и проснулся, там некоторые ложатся спать, будильник даже не ставят, там просыпаясь чуть ли не на ифтар. Нет, нужно посчитать там час, два, три, четыре. То есть нужно посчитать количество часов, сколько нужно поспать. Муазь бин Джабель, сподвижник, посланник Аллаху алейсалям, сказал, я считаю свое количество часов, которые я сплю во сне, подобно тому, как я считаю свое количество часов, которые я провожу день. Я столько же считаю, сколько я поклоняюсь Аллаху, сколько я живу, сколько я кушаю. И также я считаю количество часов, сколько я сплю, Муазь бин Джабель, рада Аллаху, сказал. Девятое. Нужно ходить на работу также, то есть некоторые, например, полностью берут отпуск в этот месяц Рамадан, или пропускают работу, пропускают учебу, потом догнать не могут. Нет, нужно также, иншалла, идти на работу, идти на учебу. Наилучшее из еды, которое можно покушать, это то, что заработано своими руками. Поистине, Давуд, алейхиссалам, кушал из того, что зарабатывал своими руками. Десятое. Это нужно целый день поминать Всевышнего Аллаха. Субханаллах, альхамдуллах, вспомните о Всевышнем Аллахе. Постаник Аллах, сказал, обитатели рая будут только об одном сожалеть в раю. За тот пропущенный час, за тот час, в котором они пропустили поминание Всевышнего Аллаха. Субханаллах, субханаллах, одиннадцатый, садакат ульям, это в день хотя бы один финик дать садакат, хотя бы один финик дать садакат. Каждое утро посылаются ангелы и говорят, Аллахумма, а'ти мунфикан халата. О, Аллах, субханаллах, дай тому, который дает расходы на пути Аллаха, восстанови ему, верни ему это, и в большом количестве. Постараться с джамаатом также прочитать обеденную молитву, поспешить на эту молитву. Ибн Мас'уд сказал, поистине посланник Аллаха научил нас прямому пути. И сказал, что из прямого пути это чтение молитвы в мечети, в котором ты слышишь азан. После обеденного намаза чуть-чуть взять кайлюлю, поспать. С хорошим намерением отдохнуть, ради Всевышнего Аллаха, и чуточку поспать. Так как сказал пророк, саллаллаху алейкум ассалям, Поистине и твоему телу есть хак. Следующий аср намаз, третья молитва. Постараться до асра, у нас на прямом мечети, 15 минут ждем после азана. Постараться 4 рака'ата нафиля прочитать до асра. Смиловался Аллах над рабом, который перед фардом асра намаза прочитал 4 рака'ата нафиля. Также постараться, когда идешь в мечеть, взять для себя что-то полезное. Взять для себя какие-то полезные знания. Или поделиться с кем-то с этими знаниями. Как сказал, саллаллаху алейкум ассалям, Посланник Аллаха, саллаллаху алейкум ассалям, Тот, кто идет в мечеть, для того, чтобы взять для себя какие-то полезные знания, Или обучить кого-то, он возьмет награду подобно полному паломничеству, хаджу. Также посидеть в мечети. Нужно постараться выбрать время, когда час-два часа провести, посидеть в мечети, Вспомнить об Аллахе, субхану ассалям. Как сказал пророк, саллаллаху алейкум ассалям, Посланник Аллаха, саллаллаху алейкум ассалям, Тот, кто взял омовение дома, хорошо взял это омовение, Тщательно взял это омовение. Потом пришел в мечеть, то он из тех, которые посетил Всевышнего Аллаха, И Всевышнему Аллаху, право обратить на этого человека внимание, То есть своей щедростью, дать ему из своей щедрости. То есть, когда человек приходит ко мне в гости, мы его угощаем, Даем ему какие-то подарки. Также, когда человек приходит в мечеть, в дом Аллаха, Он пришел в гости ко Всевышнему Аллаху, и Аллаху ассалям, И угостить его, сказал пророк Мухаммад. саллаллаху алейхи вассалям. Четвертая молитва, Магриб. Перед тем, как сядет солнце, как мы сделаем ифтар, нужно попросить дуа. Как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, три категории людей, их дуа не будет возвращена. Аллах примет и упомянул среди них постящий, пока он не сделает разговления. Поэтому ученые сказали, именно это дуа, которая принимается перед постом, перед разговлением за несколько минут. Также покушать ифтар и сделать дуа. Разные дуа есть. Один из дуа. Ушла жажда, просил посланник, говорил посланник Аллаху. Ушла жажда, жилы наполнены влагой, и награда уже ждет, если это угодно Аллаху. Также прочитать намаз в Магриб, желательно с джамаатом. Также посидеть после Магриба не сразу. Некоторые ифтар сделали намаз, почитали, сунду еще не почитали, сразу убегают, торопятся. Постараться, иншаллах, посидеть чуть-чуть, вспомнить об Аллахе, сделать дуа истегфар. Также, иншаллах, до тарабиха, если есть время, то есть человек возвращается домой, кушает с своей семьей, посидеть со своей семьей, их тоже не забывать. И на тебе также возлагается обязанность перед твоей семьей, перед твоей супругой. То есть сделать, напомнить им, рассказать какой-то хадис, от них что-то услышать, иншаллах, тоже, чтобы им в сердце зашла радость, иншаллах. И последнее, салат иль-ища, ночной намаз аль-ища, иншаллах, постараться заранее прийти сюда, в мечеть, чтобы прочитать намаз аль-ища и тарабих. Как сказал пророк, саллаллаху алейху салям, тот, кто выстаивал Рамадан, читал, молился вместе с Рамадан, с иманом, то есть с верой в это, и надеждой на награду, Аллах простит ему все прегрешения. Не сказал посланник Аллах, саллаллаху алейху салям, кто простоит половина Рамадана, часть Рамадана, или кто простоит шабан весь месяц, или 11 месяцев. Смотрите, какой фадль, какая милость, какое благо-достопримечательность именно Рамадан, то простите ему все грехи. И стоять вместе с имамом, некоторые читают два раката и уходят. Поророк, саллаллаху алейху салям, сказал, посланник Аллаху, саллаллаху алейху салям, сказал, тот, кто будет читать тарабих намаз, вместе с имамом, до тех пор, пока он не уйдет, ему запишется награда, как будто он выставил всю ночь, сказал, саллаллаху алейху салям. Вот эти вот вещи, иншаллах, как напоминание, иншаллах, в первую очередь, самому себе и всем нам. И помимо этого, иншаллах, также навещать близких, друзей, соседей, изучать шариат, ахкаму салям, какие правила поста, читать побольше тафсир, стараться какие-то книжки читать, чтобы исправить свой нрав в лучшую сторону, иншаллах, послушать какую-то кассету, проповедь, иншаллах, побольше читать тафсиры в Куран. Да, Аллах, субхану Талли, возможность нам пропаститься весь месяц, иншаллах. Как всевышний Аллах, субхану Талли, вместе нас здесь собрал в судный день, чтобы через дверь Раян зайти в Женну, иншаллах, попить из Хавдара Расуля, саллаллаху алейху салям, из-за родника, посланника Аллаха, саллаллаху алейху салям, после которого больше не будет чувствовать жажду человек, иншаллах. Аقول ума стесмянун Инна Аллаху малаикатаху юсалюна على النبي Я июха الذин аамануу Салу алейху